Всем добрый день! Сегодня я хочу предложить вам еще один вариант горячего блюда из курицы, который может стать замечательным обедом или ужином. Все порезали, сложили и достали из духовки вкусное, сочное блюдо. Готовится очень просто, без особых усилий и затрат. Кому интересно, оставайтесь, будем готовить вместе. Готовить я сегодня буду из курицы. Можно использовать куриную грудку, но нам больше всего нравится либо с бедрышек, либо мы используем куриные окорочка и разделываем их на филе. Куриная грудка нам все-таки кажется немного суховатой. Мясо мы порежем небольшими кусочками. У нас на канале есть рецепт, как приготовить вкусную, сочную куриную грудку под шубой. Кому интересно, я укажу ссылку в описании под видео. Заходите, смотрите. Форму для запекания я слегка смажу растительным маслом и выложу сюда куриное филе. Если готовить из куриной грудки, то куриная грудка, она в принципе суховата сама по себе. Но если вы знаете, как приготовить ее так, чтобы она была мягкой, сочной и вкусной, поделитесь, пожалуйста, вашими рецептами в комментариях. Курицу можно посолить и поперчить, но мы ее солить не будем. Мы ее слегка заправим соевым соусом, буквально вот пару столовых ложек. Мы поливаем соевым соусом, потому что блюдо будет сочнее и соус подчеркнет грибной вкус в готовом блюде. Помидор я порежу дольфами. Выложу на куриное филе. Слегка подсолю. По желанию в блюдо можно пережарить лучок и добавить немного чеснока, но мы этого сегодня делать не будем. У нас более облегченный и простой вариант ужина, который получается не менее вкусный. Грибы порежем дольками. Мы взяли шампиньоны, но если у вас есть, например, лесные грибы, то будет вообще круто. Грибочки выкладываем на помидоры. Грибочки сверху тоже слегка посолим. И я добавлю немного черного молотого перца. Вообще специи можете использовать по вашему вкусу. Кусочек твердого сыра я натру на крупной терке. В сыр я добавлю сметану. Сметану можете заменить майонезом, это по желанию. И все хорошенечко перемешаю. Солить не будем, потому что все слои мы подсаливали. И сыр сам по себе тоже немного соленый. И теперь сыр на сметанную смесь распределяем равномерным слоем на грибы. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Духовка у меня разогрелась и я отправляю туда противень минут на 40. У меня все готово. Сейчас немного остынет и будем подавать. Вот так, без особых усилий и хлопот, мы приготовили вот такое вкуснятино на всю семью. Очень вкусно получается. Приготовьте, я буду очень рада, если вам понравится. Ставьте лайки, если вам понравилось. И делитесь в комментариях, чем обычно вы кормите свою семью, когда нет времени. Подписывайтесь на канал и мы с вами уже очень скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok